Приветствую, братья и сестры. Я хотел сегодня рассказать стих, который называется «Небо новое Иерусалима». Тестра рассказала, что наше жительство на небесах и откуда мы ожидаем нашего Господа. Потому что это все земное сгорит. Петр описывает, что земля с шумом придут, стихи разгоревших разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. А для верующих, любящих Господа Бог приготовил что-то новое. И я хочу еще один вопрос задать. Будем ли мы вспоминать о нашей земной жизни на небесах? Подумайте об этом. Автор как-то скользко касается, но я когда буду читать, здесь тоже отвечает вопрос. Будем ли мы вспоминать или нет? Пожалуйста. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. Я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий все скиния Бога с человеками. Он будет обидать с нами, они будут его народом, и сам Бог будет с ними, Богом их. И отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти уже не будет, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Творю все новое, ибо слова сии истины и верны. Непременно придет этот день, и в предчувствии смолкнет планета. Ночь последняя, лунная тень, день суда и время ответа, вспыхнет небо пожарищем звезд, и никто не прикроет с собою. Звездопадный сжигающий мост свяжет небо с умершей землею. Все сгорит на земле дотла, беспощадно, неумолимо, нашу землю окутает мгла, а потом небо, новое Иерусалима. Я умру, и свободно дыша над распятую плотью планеты, понесется моя душа, как несутся в полете кометы. Полечу я дологой Христа, возвращусь я в Эдем из плена, буду жить, не считая года, никогда не узнаю тлена. Может быть, когда-нибудь в моих снах серебром разольется море, и, качаясь на теплых волнах, будут чайки кричать на просторе, будет розовый солнце закат, опьянит аромат сирени, и твой грустный, задумчивый взгляд и та песня, что мы не допели. Аминь.